Эздел Эздел Тумгоева часто посещает всевозможные мероприятия, свадьбы, мавлиты, похороны, где очень наглядно демонстрируется Эздел в поведении, в делах, отношениях между людьми. Для нас ингушей Эздел – это важное понятие. Я могу привести пример. Мы идем на свадьбу, мы нашли родственника. Надо подойти, спросить, как дела, как родственники дома и как он себя чувствует. Если к нам пришли гости и они сели, нам нельзя сесть, так как если он что-то захочет, надо сразу его обслужить. Если наши гости, они разного возраста, то надо начать с самого старшего, обслужить его, потом всех остальных. Уступить дорогу старшему, пристать, если в помещение кто-то зашел, предложить помощь человеку, поздороваться и справиться о его здоровье – это лишь та малая часть кодекса чести, с которым должны быть знакомы дети. В школьном лагере сейчас даже проводят такие занятия, где преподаватели спрашивают детей, что они знают об Эзделе, а если они не знают, преподаватель им объясняет. Эздел – это кодекс чести, который несет очень много разных значений. Это слово, которое пришло нам от наших предков, и мы передаем значение этого слова уже нынешнему поколению. Кто, если не мы, будем объяснять и рассказывать детям. Кодекс правил нашего народа, или Эздел, формировался не в какой-то определенный момент. На это понадобился не один десяток, а то и сотен лет. И создавался он, когда у нас не было еще своей письменности, и поэтому этот свод правил называют неписанным законом. Обучение Эздела начиналось с самого раннего детства, с момента, как он начинал говорить первые слова этот ребенок. В первую очередь, это почитание своих родителей и старших, здороваться с ними, обслуживать их при необходимости, не только на каких-то мероприятиях, но и вообще, если на улице встречаем дома, это почитание и уважение. Лично я считаю, что Эздел должен присутствовать и в наших помыслах, в нашем поведении, в наших словах. И действительно, это и является главной человеческой моралью. У ингушей есть такое выражение, как «эздисак», то есть человек, который проявляет благородство, воспитанность, человек чести. Это же относилось и к целым родам, деяния представителей которых общество пропускало через фильтры кодекса Эздел. Эздисак, по ситуации, вот он понимает, что его помощь необходима, вот он готов оказать эту помощь в любой момент, несмотря на то, что эта помощь нужна его ровеснику, или младшему его человеку, или старшему. Недаром же говорили, у ингуша невозможно отнять «эздел», если дословно, то есть ингуш и Эздел как бы соприкасаемый. Наш народ испокон веков славился своим гостеприимством. Пригласить человека, накрыть для него стул – это считалось святой обязанностью хозяина. И поэтому в нормы кодекса Эздел включено немало правил, о которых необходимо знать. Старшие они являются для нас в Бехкинах, то есть виновники, как бы сказать, торжества, даже виновники застолья, мы их сажаем в мах. То есть это как бы центральное место, то есть это не должно быть у входа, с краю. Мы их сажаем прямо как бы у центра и тоже обслуживать мы начинаем тоже с них. И с правой стороны, естественно. Сегодня касательно такого понятия, как «эздел», написано много статей и выпущены брошюры научного и публицистического характера. О поддельных его нормах говорится на телевидении, радио, молодежь снимает ролики. Но самое главное, чтобы кодекс счастья был не на словах, а в сердцах людей и в их поступках. Редактор субтитров А.Семкин